Добрый вечер, умный лагерь! Добрый вечер, умный лагерь! Да, извините, перевожу на русский язык. Мы делали это в формате прожарки, то есть описывали друг друга. Очень странная ситуация. На самом деле я очень уважаю Максима Балабанова. Он идеально подходит на кандидатуру командира отряда, но, к сожалению, не первого. Я хотел, чтобы он стал моим замом, то есть мог допустить такой факт, но в итоге замом стал я. Да, мы с Максимом очень разные. Он высокий, я низкий. Он сангвеник, я холерик. Он целенький, здоровенький, а я почти, потому что я пять недель. Пять недель жил в одной комнате с Ромой Лобушкиным. Чтоб вы понимали, кто такой Рома Лобушкин, это человек, который на вопрос характеризует сегодняшний день тремя словами, отметил завтрак, обед, ужин. Мы с ним просто замечательный дуэт, мы познакомились на далекой-далекой четвертой смене для 2018 года. Чтобы вы понимали, на что было похоже наше знакомство, кто смотрел третью часть «Короля Льва» Тимона Пумба. Это было примерно то же самое. Рома. Я юным свиненком. Его чудный запах разносили ветра, и саванна опустела лишь поезд вон с утра. Спасибо большое. Что дальше? Наши вожатки на четвертой смене были Анна Лобова и Сережа Сергеев. Но их я помню очень смутно. На этой же смене я своих вожатых вообще не видел. Были только полупреподаватели и околовожатые. Мы называем их стажерами. Это Лиза Норикова и Алина Алимова. Если вдруг вы когда-нибудь попадете в отряд, и с утра вожатые с вами не поздороваются, когда вы пройдете мимо них, они, может быть, отвернутся, значит, ночью в вашу комнату прослушивали. Посмотрите сами эту запись. Я так понимаю. Она сейчас запутится. Как дела там у вас? Привет, восьмой отряд. Теперь седьмой отряд. Ну не постарайтесь, я думаю, все с ними ушло. Да, да, можно заключать? Все, уже все. Все, все, все. Так вот, наши вожатые научились общаться через вентиляцию и подслушивать, что происходит в других комнатах. Ладно, продолжим. Что мы все там, о вожатых и вожатых? Давайте теперь расскажем о наших дорогих, горячо любимых, самых умных, самых красивых, самых ответственных и надежных, самых заботливых девочках. Сегодня на тихом часу Катя заходит в четверку и, чтобы поинтересоваться, как у нашего Вани самочувствие. Стойте. «Ваня, Ваня, с тобой все в порядке?» Он спрашивает, «Да с тобой все в порядке?» Немного странная ситуация, но девочкам вот спасибо за эту заботу. На этом мое выступление медленно, но верно, подходит к концу. На самом деле, мне очень понравилась эта смена, я сейчас очень счастлив. Очень люблю свой отряд и Ваня Кузьмина, который из него ушел. Спасибо за внимание. Спасибо.